Здарова, народ! Добро пожаловать на канал Миклуха Макфлай. Сегодня у меня вновь ножевая тема, и я вам покажу самый свой любимый советский ножик. Ножик, который я до сих пор использую и до сих пор беру с собой в командировке. Чтобы вы понимали, основные ножи у меня, понятное дело, Викторинокс. Допустим, вот этот я беру с собой на природу, это Рейнджер. Вот этот я таскаю в городе. Но, когда мне нужно куда-то поехать, я в дополнение беру еще и вот этот советский старенький ножик. Горький. И сейчас расскажу, почему. Погнали! Начнем обзор вот этого ножа, который я заявил как самый лучший нож для командировок. И это действительно так. Но для своего времени, я думаю, он вообще был потрясающим. И даже сейчас он сохраняет свои свойства. Чтобы быть объективным, давайте я его буду сравнивать вот с таким вот Викториноксом. В принципе, похожие модельки. Здесь три ряда инструментов, здесь три ряда инструментов. И в первом ряду у нас здесь универсальная открывалка. Открывалка для консервных банок, открывалка для пивных бутылок. Что у нас в первом ряду Викторинокса? Та же самая история на самом деле. Открывалка для консервных банок, открывалка для пивных бутылок. Единственное, что Викторинокс имеет еще раз отвертку, два отвертки, здесь отверток нет. Ну, нет отверток, не додумались в Советском Союзе, еще и отвертку сделать. Но вот этот инструмент рабочий, я им пользуюсь. Все, дальше. Вот клиночек в Викториноксе. И клинок в ноже горький. Вы посмотрите, какая огромная разница. Да, он длиннее сантиметра на полтора. Он тоньше. Опять же, здесь 2 мм, здесь 1,5 мм. Соответственно, из-за того, что он длиннее, из-за того, что он тоньше, им очень удобно что-то вот такое в дороге нарезать. Им очень удобно порезать колбаску. Им очень удобно вообще резать их. Им, кстати говоря, очень удобно хлеб резать, потому что вот этим вот тяжеловато. Это надо буханку так обрезать, а здесь он прям прорезает буханку. И что у нас третьим рядом? Здесь ножницы. А здесь, друзья, то, собственно, что и делает этот ножик самым классным ножом для командировок. Самым классным ножом для командировок его делает вилка, друзья. В Советском Союзе часто в ножики вставлялась, ну как инструмент, вставлялась вилка. И это потрясающе. На самом деле, очень нужная вещь. Где-нибудь в поезде макарошки поесть. Где-нибудь еще. То есть, вот это на самом деле. Я не знаю, почему в Викториноксе, да, вот этих крутых швейцарских ножах нет вилок. Ни в одной модели нет вилки. В Советском Союзе во многие ножи, у меня сейчас есть еще ножей, наверное, пять, именно вот с вилками. Но вот эта вилка, она самая удобная. Потому что обычно в советских ножах вилка такая куция, дурацкая, неудобная, маленькая, проще пластмассовой пользоваться. Здесь же, во-первых, сам нож достаточно длинный, 10 сантиметров. И плюс еще 8 сантиметров вилки. То есть, это уже полноценный такой столовый прибор, которым действительно удобно кушать. И когда я куда-то еду, я всегда беру с собой вот этот нож. Вернее, я всегда с собой, допустим, беру вот этот нож. Опять же, да, здесь вот пять рядов, куча инструментов, но здесь нет вилки. Я беру с собой вот этот нож, и я беру с собой вот этот нож, для того, чтобы спокойно поесть, да, и не чувствовать. Открыл консерву, открыл консерву этим ножом, потому что здесь удобнее. И уже консерву потихоньку ешь. На природе куда-нибудь в лес, вот, да, всегда же нужна вилка. А пользоваться пластмассами, ну, мне не нравится. Мне не нравится, потому что, допустим, какие-нибудь, ну, что-то поджарил, что-то сделал такое, что-то горячее, допустим, да, что нужно поесть. И есть пластмассовая вилка, она плавится, ну, не знаю, мне не нравится. Мне не нравится, когда тонкая пластмасска касается чего-то горячего. У меня есть ощущение, что я сейчас буду вот есть плавленый пластик. Опять же, брать с собой полноценную столовую вилку, наверное, можно. Но какой смысл, если можно взять вот такую классную штуку? Ну, собственно, друзья, это был такой коротенький рассказ, вот, о таком ноже горький. Цена у него 1 рубль 90, то есть по советским верхам достаточно дорогая вещь. Я сделал для него, ну, чтобы вы не думали, что я его сейчас вру, валяется, но нет, я сделал для него такой чехольчик на цепочке. Сам шил и с удовольствием каждый раз беру его с собой. Друзья, это был канал Миклуха Макфлайн. Пишите в комментариях, есть ли у вас советский нож, которым вы до сих пор пользуетесь. Ну, и что вы думаете по поводу вот такого ножика горький? Было у вас такой, не было? Пишите в комментариях. Пока-пока.